Добрый вечер! Это Сумма за неделю. Несколько сюжетов из недавнего прошлого про самое настоящее. Сегодня в программе полусухой закон. Зачем хотят запретить продажу алкоголя по выходным? Поможет ли он бороться с пьянством? Команда бегом! Екатеринбург разминается перед городским марафоном, а мы заставляем журналистку бежать 10 километров без подготовки и хохочем. Все его вертели. Игрушки на подшипнике, спиннеры. Вирусная мода этого лета. Чем они могли напугать санитарных врачей? Иннопром завершился. Да здравствует Иннопром! С подачи президента России уральская столица начала подготовку к промышленной выставке в 2018 году. На заседании правительства в Кремле Владимир Путин поручил министру промышленности ответственно подойти к проведению следующего Иннопрома. Ведь он станет важным этапом в борьбе за проведение Экспо 2025 года, на которое претендует Екатеринбург. По словам министра Дениса Мантурова, для уральской столицы, как для города-кандидата, это будет хорошая репетицией всемирной выставки. Ведь темой российской заявки станут доступной инновацией для наших детей и будущих поколений. Мы рассчитываем на вашу поддержку, на поддержку Дмитрия Анатольевича. Мы в ближайшее время должны сформировать оргкомитет и председателя от оргкомитета. И с учетом опыта нашей страны в принятии крупных масштабных мероприятий, уверен, что мы можем достойно выступить и организовать в Екатеринбурге Экспо 2025. А кто там конкурент? Еще Осака и Париж, да? Да, Осака, Париж и Баку. Надо поработать. Будем стараться за всех сил. Ожидается, что в следующем году статус страны-партнера Иннопрома перейдет Южной Кореи. К новой промышленной выставке на территории экспоцентра планируют достроить современный конгресс-холл. Это будет площадка-трансформер для проведения международных форумов и концертов мирового уровня. Она позволит освободить площади 4-го павильона для участников и, соответственно, привлечь новых экспонентов. Неожиданная и мощная, как июльская гроза, инициатива от ученых, близких к Минздраву. Она громыхнула на этой неделе. Вести в страну не то что сухой, но как минимум полусухой закон, а именно запретить продажу алкоголя по выходным, чтобы сделать более запоминающимися такие хмельные субботы и воскресенья. Продавцы и производители выпивки отвечают, ну тогда люди будут покупать из-под полы и варить самогон. Пугала поклонников спиртного, разбиралась в ситуации и искала ответ на вечный вопрос. Водку теплую в жару будешь, Юлия Анашкина? Давайте выждем за то, чтобы нам никто никогда не навязывал запреты. Новый сухой закон для Игоря Сергея – ни повод не выпить. Субботыльники поднимают тост за то, чтобы алкоголь в магазинах, как и всегда, был всю неделю. Предложение Минздрава о введении трезвых и выходных любителей спиртного заделал заживое. Я вообще терпеть не могу, когда эти дела запреты. Со скольки это, до скольки это. Как было в советские времена? Когда деньги есть, пошел докупил. Пиво – это второй хлеб, его делают из зерна. Однако врачи так не считают. По мнению авторов инициативы, стране пора завязывать. Но действующих мер по борьбе с пьянством недостаточно. Тех, кто страдает от алкогольной зависимости, катастрофически много. Так, в Средловской области таких 26 тысяч. И это лишь официальные цифры. С 2009 года мы наблюдаем тенденцию по снижению общей заболеваемости алкоголизма. И в целом, статистически, это смотрится благоприятно достаточно. Но существует огромнейшая проблема алкоголизации населения. И эта проблема очень серьезно скрыта. То есть, латентность заболевания крайне высока. Как рассказывают сами пациенты, их пристрастие началось с тех самых загульных выходных. Очень быстро такое времяпрепровождение входит в привычку. Мой старший употребление был 8 лет. И, как правило, все начиналось вечером в пятницу. Потом в пятницу стали перерастать уже и в субботы, и в воскресенье. И часто эти выходные перерастают и в дни, и в некоторых недели, и даже в месяцы. Именно поэтому Минздрав «Новый кенд» предлагает убрать с магазинных полок алкогольные соблазны. Это вправе сделать власти каждого региона. Сегодня любая территория может объявить себя сухой территорией, будем говорить, да, вообще не употребляя спиртные напитки. Ну, наверное, этого делать, наверное, не будут совсем. Но вместе с тем, да, сегодня законодательство позволяет, в общем-то, любые меры предпринимать в этом. То, что пробки закручивать нужно, уверенные соцработники. В Екатеринбурге на учете стоят сотни семей, где хозяин в доме – крепкий алкоголь. В этой, например, больная пенсионерка вынуждена в одиночку воспитывать внука. Его маму и сестру она выгнала из дома из-за бесконечных пьянок. А сейчас где ваша дочь? В Сараево, они перебрались, я их выгнула бы. Извините, бороться? Возможности, как вам перегарить, ребенку на конец. Закройте, пожалуйста, где я. А в этой семье дети страдают из-за вредной привычки старшего брата. По словам их матери, распивая с друзьями спиртное, он порой кидался на младших с кулаками. По статистике, в год на каждого россиянина приходится 14 литров чистого спирта, при том, что опасным для здоровья считается половина этого объема. Но, несмотря на это, противников у новых антиалкогольных запретов много. В первых рядах торговцы, которые из-за ограничений потеряют в деньгах. Вы же понимаете, что самый пип-продаж проходит на выходные дни, когда люди отдыхают, и поэтому... Это самый пип-продаж. Они должны понимать, что, конечно, предприниматели потеряют в выручке. Если будет в пятницу, значит, люди будут закупаться в пятницу. То есть это столкучки, то есть это самые нервные даже для покупателей. Правильно? Сидать, стоять вечером после рабочей недели, еще и прийти, еще ждать. К тому же, добавляют в Минторге, введение трезвых выходных может сыграть на руку самогонщикам. Прецеденты были. Подобный запрет уже несколько лет действует в Ульяновской области. Тех купить алкоголь в выходные там нельзя, по крайней мере, законно. По наблюдениям экспертов, пить в регионе меньше не стали. А вот рынок нелегальной продажи спиртного значительно расширился. Есть ли у выходных, свободных от алкоголя, шансы пока непонятно. Принятие подобных решений возможно лишь после согласования с другими ведомствами. В Минпромторге уже готовят альтернативную программу по разрешению продажи алкоголя на заправках. В начале августа 6 числа уже третий год подряд пройдет Екатеринбургский городской марафон Европа-Азия. Наш город в числе пионеров бега в стране. Бег здесь уважают и пропагандируют. Мы решили не просто рассказать вам, как готовятся к марафону и как готовят марафон, а отправили нашу самую веселую журналистку Евгению Лемесеву саму без подготовки пробежать 10 километров. Не то чтобы это какой-то эксперимент, результат которого безумно важен, мы просто хотели вместе с вами над ней посмеяться. Устала? Нет, чуть-чуть. С кем ты тут бегаешь? С мамой папой. Ульяне всего пять, но она уже готова преодолевать километры уральского марафона вместе со взрослыми. Хотя дистанция ей пока не по годам. Будешь самой лучшей спортсменкой? Да. А кем хочешь стать? Я желаю. Я хотела, чтобы я была стройная и большая. Днем они офисные работники, вечерами легкоатлеты. Таким участникам уральского забега, как говорят тренеры, развивать мускулатуру физкультурой необходимо минимум за пять недель до старта. Все они в спорте новички и максимальная длина их забега 10 километров. Любой начинающий бегун, назовем это так, бежит ровно столько, сколько у него хватает сил. Это первая ошибка, потому что он не умеет мерить пульс, он не знает, на каком пульсе надо бегать, чтобы твой организм не испытывал перегрузки. А на следующий день просыпаясь не может встать с дивана, это все следствие того, что он испытал нагрузку, не соответствующую его сегодняшней физической форме. Это первая ошибка. Вторая ошибка заключается в том, что люди абсолютно не знают, в какой экипировке, какая правильная обувь должна быть. Удар, который мы испытываем на суставы, равен трем массам тела. Если я вешу 70 килограмм, то 210 килограмм бьет мне в пятку во время приземления, во время бега. Сейчас я представила, сколько бьет в пятку мне. Друзья, месяц назад я порвала на коленке связку, а сегодня я уже бегу на тренировке перед марафоном со всеми матерыми спортсменами Екатеринбурга. Это у нас тренер Владимир. Я пробежала два круга. Часто люди бегут, крутят плечами, то есть это тоже надо исправить. Руки должны работать ближе к корпусу, движение вперед-назад, никаких боковых движений. А на месте можете показать? Да, могу, вот, пожалуйста. Нет, а если припрыгивать, при этом правильно ставя ноги? Вот так, пожалуйста. Зачем вам ваша очаровательная кепочка? Потоотделение в том числе это скрадывает, но я думаю, это-то не для эфира. Что у вас еще что скрадывает? Давайте так, сколько вы скинули за время подготовки к марафону? Четыре килограмма. Класс! Тоже побегу! Если то, как тренируются новички, нам стало гораздо понятнее, то то, как готовятся к марафону профессиональные спортсмены, нам расскажет Иван Алыпов, призер Олимпийских игр по совместительству пейсмейкер марафона Европа-Азия. Здравствуйте, Иван. Расскажите нам, пожалуйста, кто же такой этот загадочный пейсмейкер? Пейсмейкер – это человек, который должен марафон преодолеть именно за заданное время, и то время, которое я для себя поставил, это 3.30. Человек, который поставил себе цель пробежать за марафон за 3 часа 30 минут и выбежать из 3 часов 30 минут, он должен обогнать меня. Я знаю, я что понял. Вот если вечером курить кальян, то с утра реально тяжело бегать. Став участником марафона Европа-Азия, вы точно поймете, что полезно, а что вредно для организма. Проверите свои силы, а на финише вместе с аплодисментами зрителей и фирменными футболками вас наградят спортивным разрядом. Кстати, если вы не хотите или не умеете бегать, можете прийти просто для создания праздничной атмосферы. Это скучно, когда просто участник бежит в полной тишине, поэтому мы призываем горожан, чтобы те, которые играют на музыкальных инструментах, читают слух стихи. И, пожалуйста, вставайте на трассе марафона, поддерживайте участников своими хлопками, криками, флажками. Подъезжайте на машине, открывайте заднюю крышку багажника, включайте музыку, почему бы и нет. Я решила проверить на себе, возможно ли преодолеть эти 10 километров без подготовки совершенно. Сегодня преодолеть этот путь нелегкий помогает мне Алексей Черных, человек, у которого марафонец, человек, у которого за плечами уже 4 марафона. И, наверное, нужно приступить к старту. Проверим свою выносливость. Поехали. Это, короче, необъяснимо, но факт удивительный. Рядом мы такие-то сделали. И поверьте, без подготовки это реально. Поэтому мокрые сейчас мы, определенно, не от дождя. Это была первая часть программы. Смотрите после рекламного перерыва в программе «Сумма за неделю». Пятилетка развития будет в первую очередь для роботов и роботостроителей. Как на Урал возвращается советская система планирования экономики. В хорошем смысле. Все его вертели. Игрушки на подшипники-спиннеры. Вирусная мода этого лета. Чем они могли напугать санитарных врачей? Всеми любимая поэтесса Александра Аксенова трезво смотрит на мир, пытаясь представить, что с этим миром станет, если он откажется от алкоголя. Оставайтесь с нами, мы вернемся после очень короткой рекламы. Это «Сумма за неделю». Несколько сюжетов из недавнего прошлого про самое настоящее. Мы продолжаем. И совсем скоро сюжет про игрушку-суперхит сезона «Спиннер» и смешная и милая поэзия Александра Аксеновой. Но сначала серьезная тема – экономическая. В нашу жизнь вернулась советская система планирования экономики пятилетками. Только если раньше государственные заводы должны были давать уголь, металл и далее по-простому, как чугунная болванка, списку, то теперь частные компании должны делать бесчисленное количество сложных вещей. Их никто не контролирует. Государство не дает план. Оно им помогает. Вероника Князева разбиралась, как советский опыт пытаются применить по-новому на современном Урале. Войди в тройку регионов-лидеров и приблизить уровень жизни уральцев к столичному. Планирование ближайшей пятилетки развития в Свердловской области, как в лучших традициях СССР, амбициозное. Но иначе, говорят, нельзя. Необходим большой экономический рывок, чтобы область как минимум осталась при своем. Производство, которое с 90-х сохранили и развивали, сейчас нужно не только модернизировать, но и переосмыслить. Умное производство интернет-вещей должны органично вписаться в технологическую цепочку региона. Действительно необходимо поменять модель управления. И каждая компания, естественно, руководство и сотрудники должно для себя задаться вопросом о возможном соотношении такого традиционного сектора и более передового. Да, можно двигаться вперед, можно развивать новые технологии, создавать новые продукты. Но если при этом будут создаваться очаги депрессии на промышленной территории Свердловской области, то вряд ли это тот результат, к которому мы идем. План реализации экономического чуда создается сообща пятью экспертными советами. Власть, наука, бизнес, общественность и СМИ. В приоритете сохранение человеческого потенциала, развитие экономики, комфортная среда проживания, развитие бизнеса и гражданского общества. К 2023 году планируется, что каждая вторая семья в области будет способна купить себе жилье. Численность населения вырастет до 4,5 миллионов человек, а продолжительность жизни до 77 лет. Это будет возможно, говорят медики, только если развивать первичную и высокотехнологичную помощь одновременно. В настоящее время происходит передача ряда высоких технологий, которые стали уже для нашего региона рутинными, на уровне центральных районных и городских больниц. Тем самым приближается специализированная помощь к месту проживания пациента. Этот путь сегодня проходят ведущие областные больницы, первая областная больница, детская областная больница, онкодиспансер. Для успешного рывка нужны не только технологии, но и специалисты, готовить которых тоже придется самим. Молодые, ищущие, способные освоить несколько компетенций, создать свой проект и при этом остаться работать в регионе. Именно таких сейчас ищут и растят уральские колледжи и вузы. Математики, физики, вот они побеждают в олимпиадах, они побеждают в конкурсах, и вот этим измеряется их талантливость. А вот, например, направление энергетика или конструирование, да, вот как померить талантливость, нету такого предмета в школьной программе, да. Вот мы такую придумали систему и так вот ее развиваем и отрабатываем, специальную методологию отбора талантов для проектно-научно-технического творчества. То есть нас интересуют такие кулибины, вот. Он может быть двоечник, у него может быть двойка по поведению, да, но он, вот, он творит, и в этом его талант. Как раз на творческих и инициативных уральцев программа «Пятилетка развития» и делает основную ставку. Ведь возможно расти и развиваться местной экономике придется временами не благодаря, а вопреки основным трендам. Это от экономической ситуации в стране и в мире зависит, но в первую очередь это зависит от наших жителей Урала, от жителей Свердловской области. Евгений Владимирович четко ставит задачу. Человек первичен. Именно эти люди сделали Екатеринбург лучшим городом-миллионником, независимо от того, что происходило в стране. Именно эти люди сохранили Уралвагонзавод, ВСНПО, создали УГМК, Синару и другие-другие. И вот это дело нужно развивать. А если мы с вами будем сидеть и ждать трендов, что там скажут федералы, как у нас там это будет, не полетит. Разработчики проекта уже получили более тысячи рекомендаций от жителей области о том, что и как стоит модернизировать в регионе. Самые актуальные несут в проект. В том году все дико, но недолго сходили с ума по покемонам. А в этом году вот по нему. На этом месте телеведущий должен был бы достать из кармана спиннер и показать, как он вертится. Но зачем? Вы и сами видели, как дети и взрослые делают это на улице, в транспорте, в магазине, да вообще везде. От одного до четырех подшипников. И все удовольствие в том, что он охотно вертится. Но люди хотят такое иметь, а депутат, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко, конечно, хочет это запретить. Не бывшие, а нынешние санитарные врачи тоже обнаружили в игрушке угрозу. И Анжеле Бриг пришлось предпринять опасное расследование. Она отправилась в страну угрожающих страшных вращающихся подшипников, чтобы не только понять феномен спиннера, но и все-таки разобраться, угрожает он чем-то человечеству или нет. Он уже вращается по-другому, его не слышно, но и он останавливается гораздо быстрее, чем спиннер, который мы с двумя лопастями крутили. Разбираться в тонкостях вращения Татьяне пришлось научиться этой весной, когда Екатеринбург накрыла волна интереса к спиннерам. Раскрученная игрушка в детском отделе едва ли не самый ходовой товар. В день магазин продает по 250 волчков всех видов. Спрос начался в 2017 году, в мае месяце. И по нарастающей уже к концу мая каждый покупатель, дети и взрослые спрашивали, а где у вас находится спиннер. Можно сравнить это, как если приходят в магазин покупатели и спрашивают, а где у вас хлеб находится. Раскрученную игрушку сейчас купить можно едва ли не в каждом киоске. Горожане доигрались до того, что спиннерами заинтересовались санитарные врачи. Они решили проверить, насколько безопасны крутилки. Роспотребнадзор рекомендует родителям. Не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук. Поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне, в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям. При приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум. В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от их использования. Антон спиннеры раскрутил до собственного производства. Печатает игрушки любой формы и цвета на 3D-принтере. Говорит, если сначала к новинке клиенты относились с опаской, то теперь от покупателей отбоя нет. Причем все чаще родители смотрят не только на форму, но и на содержание. Покупают спиннеры из экологически чистого пластика. Он не такой яркий, зато куда безопаснее. Кула – это экологически чистый материал. Он делается из тростника, кукурузы. Это биоразлагаемый материал. То есть он, если бросить в почву, допустим, он года через два начинает уже разлагаться. То есть он безопасный для природы. И для детей. Хоть грызть можно. Ну а Артемий с отцом создают волчки в основном для взрослых. Материал экологически чистый – ерево. Причем каждый спиннер ручной работы в единственном экземпляре. Это что-то натуральное, эксклюзивное, приятное для рук, для ощупа. Здесь, допустим, именной, здесь с какой-то картинкой. Можно для компаний каких-то делать, вот, допустим, с названием, с логотипом. К футбольному чемпионату начинаем делать уже в виде футбольных мячей. Спиннерам все возрасты покорны. Этим летом их крутят все – от детсадовцев до пенсионеров. И даже енот Дзена пристрастилась к новомодной игрушке. Так в зоопарке решили исправить ее непростой характер. Раскручивая волчок, обычно агрессивная самка-полускуна успокаивается. По мнению психологов, крутить спиннер детям не только не вредно, но даже полезно. Дошкольники так тренируют мелкую моторику. А это, как известно, развивает мозг. А гиперактивные дети, крутя, учатся концентрироваться. Не помешает спиннер и взрослым. Он помогает снять стресс. Потребность в таких автоматических, неосознанных, бесхитростных действиях говорит о том, что человек находится в достаточно напряженном состоянии. Но то, что появляется такой канал для выхода этого напряжения – это позитивно. Вращать спиннер врачи советуют и тем, кто хочет избавиться от вредных привычек. Ведь такая крутящаяся игрушка займет и руки, и время. Главное – выбрать безопасную для здоровья. А сейчас про привычку более древнюю и более вредную. Александра Аксенова, которая тоже смотрела первую часть программы и знает про полусухой закон, сейчас в поэтической форме расскажет вам, как можно трезво глядеть на мир, в котором нет алкоголя. Каким может быть мир без выпивки? О, если б упивались мы чаями! О, если б восторгались мы на тортик! Дрожащими руками, как наркотик, вкушали его долгими ночами. И я бы, как обычно, возмущалась. Зачем ты сразу делаешь так крепко? Мы пили б чай, когда уедут предки, радея, чтоб заварка не кончалась. Дымкоромыслом, пати, рихард, штраус! Ты в гомоне бы обронил случайно. Душа моя, поехали до чайной. Закажем дровяного самоварус. Мы тщетно отпивались б коньяками. Из платьев оттирали б карамели. Ванильное, лунное похмелье. О, если б упивались мы чаями! Это была «Сумма за неделю». Несколько событий из недавнего прошлого про самое настоящее. Этот и предыдущие выпуски есть на нашем сайте икбург.тв. В эфире программа будет ровно через неделю. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!